Здравствуйте, это будет странно с микрофоном, у нас не так много, но у нас перевод. Доброе утро, я предлагаю нам начинать, и начинаю я обычно, ну не обычно, в этой аудитории, такие важные для меня лекции, обсуждения, встречи. Я начинаю с предложения прийти сюда, вот несколько направить свои мысли в этот момент, что мы здесь с вами оказались, после всего того, что с нами происходило. И я предлагаю на несколько моментов просто оказаться здесь и сейчас, закрыть глаза, если этого не страшно, и просто понаблюдать за своим дыханием, за своим состоянием. Можно отметить, какие сейчас эмоции, какие сейчас ощущения. И будет очень хорошо, если вы сможете оставить разные беспокойства, которые не касаются текущего момента, вот то, что здесь происходит на время нашего общения. На это время просто отпустите, вы вернетесь к ним позже, я вернусь к ним позже. Ну и оказаться здесь сейчас, открыть глаза, увидеть комнату, в которой мы находимся, увидеть остальных людей. Спасибо, что пришли, это воскресное утро. Моя беседа, лекция будет состоять из двух частей. Первая часть будет такой, ну, с презентацией. И это некоторая презентация, которую я уже делал несколько раз в своей жизни, она будет вводная. А потом будут вещи, которые я еще ни разу не говорил в аудитории, которые как раз развернут то, что я рассказываю в презентации. Вот такую, мою первую попытку презентовать то, что я называю для себя моей гуманистической критикой прав человека. Она у меня родилась в ходе преподавания прав человека в Соединенных Штатах Америки, в университете. Когда я попытался построить курс, который бы мне помог доказать, передать это ощущение прав человека всем моим студентам. Я преподавал в Огайо, и Огайо прекрасно тем, что там живут одновременно очень много и очень прогрессивных, мы бы там в России сказали либерально настроенных, там скажут демократически настроенных граждан, и таких настоящих, как они про себя скажут, американцев. Такие реднеки, которые на пикапах ездят по своим полям и голосуют за Трампа. И общаясь с очень разными студентами, которые были на моем небольшом курсе, который я там вел, и честно ведя эти диалоги о правах человека, я понял, что мне в этой концепции очень многого не хватает. Вот чтобы это было по-настоящему той концепцией, которая могла бы отражать то, что, на мой взгляд, называется словом гуманизм. Начну я, как я сказал, со слайдов, а потом уже перейду к такому менее структурированному обсуждению. И первая часть будет морали права человека. Это, как я уже сказал, не совсем то, но оно даст нам вводный блок. По ходу можно мне задавать вопросы, меня можно прерывать, но, опять же, если мы слишком многое становимся на этом, мы не дойдем до того, чем мне хочется поделиться в дополнении. Вот с чего я достаточно волнуюсь, потому что это будет первый раз, когда я это говорю. Тем более говорю в аудитории, где для кого-то вообще права человека может быть такой темой, которую сложно покритиковать. Но мы про это с вами еще, надеюсь, поговорим. Так что это я буду проходить несколько быстрее, чем можно было бы. А мораль и этика? Ну, вообще мораль, это отличается от всех остальных выборов, потому что мы говорим о том, что такое хорошо и что такое плохо. Добро и зло. То есть есть наши решения о том, что такое хорошо и плохо. Например, хорошо ли пить Кока-Колу или Пепси-Колу или Боржоми. Но это не моральное решение. А вот моральное решение, когда мы говорим о категориях добра и зла. Например, аборт. Хорошо это или плохо, это немножко по-другому ощущается, чем когда мы говорим синий или зеленый цвет. В русском языке достаточно удобнее про это говорить, потому что у нас есть два таких разных слова. Мораль, которые традиции, представленные в обществе, хорошим и плохим. И нравственность, которая, ну, там можно апеллировать к разным философским, психологическим концепциям. Честно говоря, я не сразу это понял, но мне слова нравственность в английском языке очень не хватает. Я не сразу это осознал, но этого слова в английском языке нет. В немецком как раз оно есть. Я, правда, не помню, как оно по-немецки называется. Но в английском языке приходится оперировать к понятию внутренняя мораль, собственная мораль. Но в русском легче разделить вот это понятие про традиции, представленные в обществе, и нравственность, которая внутренний закон, который по-разному в психологии сейчас оперирует к идеям моральной интуиции и моральной эмоции. Ну, никого не удивить, я это совсем быстро пройду. Здесь, я думаю, все это знают. Мораль правового общества, что не запрещено, то разрешено, человеку разрешено все, что не запрещено, а государству запрещено все, что не разрешено. Да, это, я думаю, что все прекрасно, наверное, даже если вас разбудить посреди ночи, расскажут всем всегда. Источник права исторический, правитель суверен, потом народ через представителей, позиция большинства. Я думаю, что всю эту логику каждый из вас тоже может рассказать. И то, что долгое время, ну, некоторое время считалось, что большинство может определить правильные законы, и в какой-то момент, например, вот там в разных странах, в этих тоже, но я использую примеры из западного мира, такие и очевидные примеры, нюрнбергские законы, когда были приняты законы, которые, ну, потом, очевидно, всем оказалось, что они противоречат каким-то внутренним понятиям совести. Законы Джима Кроу в Америке, дискриминация темнокожего населения уже после отмены рабства, но тоже вот сейчас все скажут, что это противоречит понятиям морали и этики. Ну, и понятно было, что без каких-то ограничений эти законы не работают. Права человека рождались в середине 20 века, когда были определенные вызовы для человечества. Я перечислил вот эти как ключевые, ну, можно еще что-то добавить, но главное понимать, да, права человека рождались после Второй мировой войны, все это вы знаете, и там ключевым вызовом была возможность Третьей мировой войны. Права человека рождались, когда у нас была куча колоний, и это было, ну, реальным таким гуманистическим вызовом. Как нам вообще с этими колониями быть, где мы считаем, что там есть люди второго сорта? Да, и гуманисты во многом про это говорили, что, ну, как вы можете говорить, что это есть бремя белого человека, и есть вот эти вот нецивилизованные колонии, которые вы цивилизуете. Массовые репрессии, диктатуры, это вот был фон, на котором рождались права человека. И что, ну, опять же, это достаточно быстро пройду, но я не знаю, насколько сейчас это вам очевидно, но права человека как концепция рождалась во многом из христианской этики. И у того же Лока сказано, что у человека есть права, потому что он создан Творцом. И именно, я немножко, наверное, даже задержусь, что как раз право на свободу и право на жизнь человеку, мы должны уважать у человека в этих первых текстах во многом говорилось не про какие-то там материальные составляющие, а именно про то, что он создан по образу и подобию Творца, и мы, как люди, не вправе отнимать вот эту вот свободу. Это ушло при написании декларации, у нас, конечно, она секулярная, но это связь, которая в самой идее прав человека, когда она зарождалась, прослеживалась. То есть первые тексты очевидным образом апеллируют к Творцу, и то, что хотелось защитить, оно философски было связано с этой идеей души или духа, напрямую даже духа, которое присутствует в человеке. Всеобщая декларация прав человека в преамбуле говорит нам о том, что события, которые произошли недавно, возмущают совесть человечества. Это интересная тезис, потому что он пилирует к тому, что есть некоторая совесть человечества. Вот вчера у вас, многих, наверное, спрашивали, есть ли у вас совесть. Согласно нашему исследованию, у большинства подавляющего присутствующих здесь, согласно их утверждениям, совесть есть. Есть некоторое количество людей, которые уверены, что у них совести нет, и примерно такое же количество людей, которые сомневаются. Но вот если вы считаете себя правозащитникам и как-то апеллируете к декларации прав человека, то получается мы вот с вами говорим, что у человечества совесть есть. И те люди, которые подписывали декларацию прав человека, которые писали, они исходили из-за того, что есть некоторая совесть человечества. И хотелось им, чтобы появился мир, в котором люди будут свободны от страха и нужды, и будут иметь свободу слова и убеждений. Интересно, что это было провозглашено как высокое стремление людей. Тогда казалось, что люди к этому стремятся. Сейчас, из 21 века, эта идея не настолько очевидна. Совесть в декларации повторяется также в первой статье. Все люди рождены свободными и равными в своем достоинстве и правах, и они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Интересно, что в первом драфте декларации, не только в первом, в втором, в третьем, не было вот этой совести. Вообще, в первом драфте было все люди сотворены, свободными и равными. Там был творец. И они наделены разумом. Совести не было. Потом, благодаря позиции Советского Союза и Китая, творца убрали, потому что наша страна в тот момент считала, что творца, очевидно, нет. Сейчас, наверное, они бы удивились, что представитель Даши Страды сделал права человека нерелигиозными. Ну, там, если почитать критику патриарха Кирилла по отношению к праву человека, там про это будет. С совестью все еще интересней, потому что, ну, она несколько отличается от других моментов этой декларации. Она появилась там, благодаря китайскому делегату, который предложил во время обсуждения декларации, что там очень не хватает конфуцианской концепции Жень. И вот примерно как вы сейчас, а что это? Также и во время обсуждения декларации все философы и дипломаты, которые в этом участвовали, все остальные умные люди посмотрели на него и сказали, что это? Говорят, подождите, вы не читали Конфуция? Они ему говорят, нет. Говорят, ну, тогда нам надо вообще-то прекратить сейчас с вами обсуждение совести человечества и общей морали, а пойти шесть месяцев вам всем почитать Конфуция, а потом вернуться к обсуждению, потому что мы здесь претендуем на то, что мы обсуждаем, как все человечество будет жить по общим правилам морали, а вы даже Конфуция не читали. Сказали, нет, чувак, у нас тут срочно надо принять декларацию о правах человека, надо срочно треугольник на карту внести, ценности повлиять. Понимаешь, у нас тут кризис вот надвигается. Давай что-нибудь придумаем. Ну, он им пытается объяснить. Этот китаец, стоит заметить, он с американским также образованием прекрасно говорит по-английски, но сталкивается с той проблемой, что для него очевидно, что это значит. Более того, для него многое очевидно даже из самого написания, потому что в написании здесь вот человек и много, и разум, то есть такое общее сознание человека, ну, более-менее для него уже понятно даже из самого иероглифа, о чем идет речь. Для нас, ну, какой-то набор палочек. Он пытается им объяснить, что это такое, и говорит, это two-man-mindness. Вот они тоже говорят так. По отдельности мы эти слова понимаем. Два человека, он говорит, не два, два это значит много. Он говорит, окей, много человека, сознание, а вместе как? Ну, понимаете, это вот это ощущение, что человек находится во связи с другими людьми, и только из-за этого может действовать, и только в этом контексте можем говорить, что у него появляются права. Про это, на самом деле, если бы кто-то захотел, мог подробнее поговорить во время нашей вчерашней игры, потому что мистер Чанг был как раз, ну, я не знаю, был ли он, он был, по-моему, сыном вот этого вот человека, который это вносил. У нас были эти документы, обсуждение декларации прав человека, с которыми можно было с ним поговорить, если бы кто-то захотел. Этот термин на русский часто переводится как человечность, уважение, великодушие, доброта, серьезность и искренность. Вообще перевести китайский термин на русский, это такое занятие непростое, потому что у нас по-разному устроены языки. На английский тоже. Просто иероглиф отражает какие-то концепции, ну, это как рисунок перевести, да? Вот рисунок переведите на язык. Там значит все, то, как они расположены относительно друг друга. А еще этот иероглиф, это из конфуцианской философии. Это вообще там отдельная история. Но вот такими словами его переводят, искренность в том числе. Ну, вот благодаря этому обсуждению в итоге появилось слово «совесть». Оно не отражает то, что хотел мистер Чан, но он не Чан, Чжан, Пин, Гуин, что-то примерно так. И, ну, я полагаю, что когда ему сказали «совесть», давай допишем там «совесть», он сделал примерно так. Но что с вами сделаешь? Явно, что на полгода вас засунуть читать конфуция сейчас не получится, поэтому давайте хотя бы совесть внесем. Будет лучше, чем если просто люди наделены разумом. Хоть какая-то отсылка к чему-то иному для него есть. Хотя совесть, во всяком случае, в русском языке, у нее контекст тоже такой индивидуальный. «Моя совесть». Не «совесть человечества», да, там. А права человека, ну, явно апеллируют к совести человечества. Ну, вы все знаете, что это базовый набор правил и ограничений, которые пообещали соблюдать правительство так называемого цивилизованного мира. Норма этики, на которой должно опираться право. Защита меньшинства от произвола большинства. Гарантия фундаментальных прав. Защита от пыток, право на жизнь. Опять же, меня поразило, когда я преподавал в Америке, что в Америке концепция прав человека, скажем так, не признана. Вот в глубинном уровне. Дело в том, что там они до сих пор апеллируют концепции прав гражданина. Civil rights, not human rights. Вот если вы там остановитесь в человеке и спросите его про права, то он будет оперировать к civil rights. И там есть как раз эта очень интересная грань, когда мы говорим про защиту от пыток. Что права civil rights, они применяются к civilians, к гражданским. И в этом смысле то, как общество терпимо относится к пыткам, применяемым в Гуантанамо, а там доклады о пытках опубликованы. То есть это вот не такая ситуация, где мы не знаем, что там происходило. Там, в общем, все признано. Все же там... Ну не все, но некоторая значимая часть признана двухпартийным... Двухпартийным комитетом. Включая то, что значимая часть людей, которые там подвергались усиленному допросу, невиновны. Включая то, что... Там применялись методы, очевидно превосходящие, необходимые. Которые в том числе приводили к смерти. Но это не вызывает реальный шок у населения, потому что это же не гражданские. Они были арестованы на войне. Ну и также, конечно же, они не граждане этой страны. И это тоже касается всех бомбежей, которые... То же самое относится к террористам. И это сейчас логика перекинулась и на... Европу, что террористы отрицают права человека, поэтому мы их права человека тоже признавать не будем. Это легче... Ну, для меня было каким-то таким... Ну, шоком и... Я бы сказал... Окончательным... Ну, не окончательным, но, может быть, серьезным поражением прав человека реакция на теракты в Париже, когда на следующий... В следующий момент после терактов Аланта первым делом направил самолет и бомбить Айсис. Вопрос не в том, кто хороший, кто плохой. Вопрос в том, что если мы, правда, апеллируем к логике прав человека, то мы не имеем права лишать жизни людей без решения суда, без... Какого-то доказательств. Самолеты, которые бомбили Айсис, лишали жизни людей без какого-то решения суда, без каких-то доказательств. То есть ясно, что от этих самолетов погибнут, ну, какие-то люди. Я не говорю, что у меня есть ответ, что делать, но я говорю, что в этот момент для меня был нанесен серьезный удар по концепции прав человека. То, что он до этого там наносился уже много лет Америке, тоже очевидно. Но то, что Евросоюз в этот момент сделал серьезный шаг к разрушению того, что в Евросоюзе выступает, как у нас бы сказали, духовные скрепы, связующие глубинные идеи, потому что европейская концепция прав человека, она намного лучше прописана, намного более гуманистична, она напрямую запрещает смертную казнь, ну, чем, там, и имеет механизмы внутри себя намного сильнее, чем всеобщее, чем какие-либо другие международные институты прав человека. Ну, межамериканская, да, но межамериканская нет, ну, решение, я не знаю, мне кажется, что межамериканский суд не настолько сильный, как европейский суд по правам человека. Ну, хорошо, есть еще межамериканский, в который, да, не входят Соединенные Штаты Америки, и не входит в этом смысле ведущая страна этого региона, в отличие от Европейского Союза, где как раз ведущие страны под этим подписались. Ну, ладно, пойдем дальше, это я сейчас немножечко углубился в эту тему. Дело в том, что вот сейчас начинаются важные для меня тезисы про то, что Декларацию прав человека писали замечательные люди в середине 20 века. То, что они не были готовы слушать долго про китайскую философию и разбираться, ну, связано с рядом обстоятельств, в котором они это делали. Например, для них не было, ну, для них было очевидно, что все можно просто перевести на английский. Вот сейчас, например, ну, спустя 60 лет, намного проще, я не знаю, сколько из вас согласится, но в целом уже есть достаточно много исследований, которые скажут, что вот язык многое определяет сознание. И что нельзя вот так просто взять и перевести такие сложные философские конструкции с одного языка на другой. Мы, может быть, из-за этого больше внимания уделили таким расхождением, пытались понять, что же имеют в виду люди, которые говорят на другом языке, например, китайские философские концепции. Но есть и такое просто внешнее облако про то, в каких условиях писали декларацию прав человека и про что они тогда говорили. И что у нас сейчас. Не значит, что это абсолютно утилитарная история, но вот то, к чему апеллирует концепция прав человека, ну, это вот то, о чем говорил также Бакмистр Фуллер. Может ли человечество сосуществовать на планете Земля в долгосрочном периоде не успешно. По большому счету, это отражает часть, ну, то есть значимая идея, которая писалась в концепции прав человека. Как нам договориться об этом, да, чтобы больше не убивать друг друга. И оно писалось в тот момент, когда были вызовы середины 20 века. Вызовы, проблемы, ситуации. Мне бы хотелось сейчас с вами сначала набросать вот на ватмане. Как вы считаете, какие сейчас вот ключевые проблемы? Ну, очевидно, что колониализм, вот в том смысле, который он был в середине 20 века, сейчас не проблема. Официально колоний сейчас нет. Таких, которые были тогда. Транснациональные корпорации и их развитие и влияние на политику других стран. Я буду повторять, давайте, чтобы не затягивать. Я назову это перенаселение. Терроризм. Пишут через две р. Сколько буквы р в этом слове? Международные институты и правовые акты, которые устарели и не выполняют своих, видимо, функций. Исчерпались. А там была еще рука сейчас? Это Леня или нет? Я сначала Леня, потом. Правый популизм. Я сейчас все запишу, а потом отдельно можете подойти. Дима. Ну, это связано, наверное. Подождите, давайте сейчас разберемся. То есть у нас правый популизм, левый популизм. Фундаментализм. Фундаменталисты настаивают, что фундаментализм отдельно. Хорошо. Правозащитные фундаменталисты считают, что фундаментализм должен быть отдельно. Подождите, фундаментализм кроме прав человека. Неравенство. Неравенство социальное, неравенство образовательное. Женщины, как отдельный коллективный субъект. Ну, коллективные субъекты, давай. Информационные за... Ну, я напишу информационный мусор, если можно. Информационная за шумленность. Привычность войн. Привычность войн. Что войны стали привычными. Войн, войн, войны стали привычными. Мы сейчас смотрим на фотографии с Алеппо. Вот они есть. Он не относится к... Давайте на личности не переходить. Вот что я скажу. Формулируйте это так, чтобы... Без личности. Личность – это дело проходящее. Вот как бы что, Трамп уйдет и проблема уйдет? Трамп? Я скажу вам честно, что очень рад, что он избрался, потому что он показал людям, что проблема есть. Год назад... Я год назад уехал из Америки. Вот ровно год назад. И тогда еще Трамп даже не был кандидатом. Официально. И я в своем университете говорил, ну вы вообще понимаете, да, вот тот разрыв, ту проблему, которая существует в вашей стране. Не, никакой проблемы нет. Я говорю, ну вот Трамп. Трамп никто не выберет. Это маргинальная политика, которая отражает мнение трех человек. Ну окей. До свидания. Я поехал. Здесь хотя бы все понятно. Здесь нету тех, кто настолько находится в иллюзии. Сейчас, вот я звоню своим друзьям, они в полном шоке. Как так в нашей стране люди могли избрать такое? Говорю, ну вы выйдете из своего университета, пять минут проедьте, сядьте в этой закусочной, где там In God We Trust, и как бы все вам в флагах Америки, о чем люди там говорят, послушайте. И это не то, что у них мозги промыть, просто это вот те же люди, которые живут в пяти минутах езды, реально в пяти, от вашего университетского кафе. Вот просто надо выехать в деревню и сесть там в кафе, и там другие окажутся. Я делюсь своим опытом. О, а вы, видимо, не знаете, как устроена американская политика. В Америке вы знаете, что является основным предсказателем, за какую партию голосуют люди? По статистике, по исследованиям. Кафе, которое расположено в этом районе. Есть сеть кафе, в которую ходят либералы, есть сеть кафе, в которую ходят консерваторы. Так вот, у вас кафе, которое расположено, если вы вот так потом очерчите дистрикт, оно лучше всего показывает, за кого голосуют люди. Там просто ситуация в том, что сейчас все живут очень, как это сказать, покетс, как по-русски сказать, такими изолированными группами. Вот есть деревня, в ней остались жить только те люди, которые в этом, здесь есть это кафе, все сюда переехали, там не только кафе, там вся инфраструктура, просто кафе лучший показатель. Например, Applebee, оно называется там яблочная пчела. Или Quarter Barrel, оно называется четверть бочки. Вот эти вот кафе, это лучший предиктор, чем образование, доход, вот по исследованиям. Ну это как бы отдельная история, но в Америке сейчас реальная проблема в том, что люди поселились, вот как в Фейсбуке, у нас есть круги людей, с которыми мы общаемся. В Америке к текущему моменту это обсуждается как ключевая проблема, что люди поселились теми кругами, с кем мне удобно общаться. Вот я поселился кругом, ну вот в этом круге, да, мне удобно слушать одно мнение, как в Фейсбуке сейчас. Ну конечно, каждый за себя голосует, но при этом мне удобнее общаться с теми, с кем я согласен. Мне удобнее жить с теми, с кем я согласен. Да. Спасибо. Спасибо. Там реплика о том, что так может быть удобно, потому что в Израиле, например, тоже так живут маленькими группами, религиозные евреи, нерелигиозные евреи, квартал ЛГБТ, и так может быть удобнее, потому что... Какая у тебя была тезис, почему так хорошо? Это путь наименьшего сопротивления. Ну достаточно гомогенно, судя по результатам. Мы же можем статистику посмотреть, это не то, что мы там говорим из головы, но можем про это говорить подробнее. Здесь есть один очень важный тезис, к которому я еще вернусь, про вот эти вот группирования и про то, что в этом есть опасного или безопасного. Но... Ну да. Давайте тогда поймем, надо ли нам сюда еще что-то добавить. Это, Вика, у тебя какой-то технический проводит? Спасибо. То это надо переводить. То есть надо дождаться микрофона и говорить микрофон, иначе люди не могут слышать и выпадают из всего разговора. Поэтому большая просьба. Мы сейчас добавили обособленность. И давайте сейчас поймем... Вот смотрите, у нас появился такой вот сейчас с вами набросанный список проблем. Я его сейчас быстро зачитаю, чтобы у вас было возможность пойти дальше. Транснациональные корпорации, перенаселение, терроризм, изменение климата, экология, международные институты, правовые механизмы, правый популизм, левый популизм, фундаментализм, неравенство, информационные замусоривания, коллективные субъекты, привычность войн, обособленность. Ресурсы еще. Ресурсы, истощение ресурсов. И что еще? У меня микрофон. Я хотел сказать, что отсутствие страха... Ну, привычность войн... Отсутствие страха войны. Да, то есть после Второй мировой войны, ну, как мне кажется, тогда не жил, был большой страх того, что это может повториться. И было понятно, зачем нужны права человека. То сейчас там и для европейцев, и для россиян, которые тоже европейцы, как бы это уже давно, и уже никого это сильно не волнует, и думают, что можно поиграть в войну, кого-нибудь попугать, и нету страха случиться Третья мировая, например. Да, давайте... Ну, давай, Диме. И давайте сейчас немножко закругляться с этим, поэтому если у вас есть что-то, что в той или иной степени выйдет здесь отражено, можно это не дозаносить. Все, спасибо вам. Дима. Я бы добавил еще вещи, связанные с техническим прогрессом, типа искусственный интеллект, клонирование, вещи, связанные с появлением дронов, которые способны там убивать... Технический прогресс. Роботов и так далее. У нас там было, например, нанотехнологии, или виртуальная реальность, которые тоже могут оказаться... Просто нанотехнологии – это что-то типа из будущего, а есть уже реальность, когда дроны выполняют полицейские функции, например, и убивают людей. И это реальность уже сейчас. Там регулирование клонов – это уже реальность сейчас. Ну, генная инженерия – это тоже уже реальность сейчас. Я согласен, да. Я писал такие, исходя из предыдущих обсуждений, там можно здесь что-то добавить. Корпорации, вот, транснациональные, больше многих стран, реклама формирует предпочтения, ну, они влияют, как было сказано, что у них возможности влиять, ну, больше, например, если мы берем такую страну, как Грузия, очень много корпораций обладают бюджетом, во много раз превосходящим местный бюджет, и они могут изменять по своему желанию, ну, достаточно много, и диктовать свои условия. То есть то, что происходит там, и в Европе тоже. Например, Apple с Ирландией заключает сепаратное соглашение. Экология, изменение климата, истощение ресурсов, неравенство, богатые богатеют, бедные беднеют, неравенство в том числе образовательное, неравенство в том числе другое. Терроризм. И здесь самое интересное, что терроризм в том числе это группы, которые напрямую не признают права человека. Вот у нас был период истории, когда все хотели признать права человека. Когда все двигались к тому, чтобы права человека признать. А сейчас у нас есть момент, когда у нас есть территория, на которой люди напрямую говорят, что права человека это то, что мы не признаем. Мы ее бомбим, эту территорию, в ответ. И это такой интересный диалог. Но это важный момент. И то, что терроризм для меня еще важно, что это группа, которая не подвластна государствам и корпорациям. Потому что мы все знаем, что Конвенция прав человека, она была про государство. Вот когда она писалась, не было транснациональных корпораций сильнее государства. Самым сильным было государство. Когда она писалась, террористы более-менее были понятны, с какими государствами они связаны. Ну, там, либо они коммунистические террористы, либо они, я не знаю, капиталистические террористы, как их назвать. Но они действуют в коммунистических странах. И, в общем, понятно, кто за них отвечает. Сейчас террористы... Ну, нельзя прийти к большой какой-то стране и сказать, это же ваши ребята, давайте вы как-то там с ними договоритесь. Они действуют в этом смысле автономно, как сети. И роботизация, искусственный интеллект. Здесь вот помимо... Ну, надо добавить то, что говорит Дима в качестве техноэтики. Но есть еще проблема про то, что компьютеры умнее, рациональнее человека. И то, что сейчас происходит и произойдет, это то, что в ближайшие 10 лет, ну, согласно, например, Оксфордскому исследованию, ну, у нас огромное количество работ, занимаемых людьми, будет исполняться автоматическими системами. И что будут делать эти люди, вообще непонятно. Это такой социальный вызов, который предстоит проходить. Это все вещи связаны, их не стоит рассматривать по отдельности. Они все имеют, ну, пересекающиеся эффекты друг на друга. А вот теперь я перейду к вопросам такой уже более глубокой критики. Но давайте вот сейчас поймем вот эту рамку. Мне интересно сейчас говорить будет из того, что вот сейчас было бы важно, какие ценности внести в наш мир, чтобы они помогли человечеству существовать в долгосрочном периоде, но при этом развиваться в положительном сценарии. Я много участвую в форсайтной работе, когда мы говорим про будущее. И для меня очень всегда такой простой пример, когда мы говорим, что человечество главное, чтобы выжило и соблюдались права человека. Я говорю, вы смотрели мультик «Валли»? Вот в нем человечество выжило, и, в общем-то, их права соблюдаются. Вот они там летят в своем космическом корабле, у них есть еда, развлечения. Ну, в принципе, как бы их там никто не пытает, никто не ограничивает. Это не мой образ желаемого будущего. Там есть еще что-то в этом образе желаемого будущего, что не описывается просто этими двумя словами. Выживание и отсутствие. Там у них даже войны нет. Они просто летят счастливо на своем космическом корабле. Ну, я не знаю, если кто-то смотрел мультик «Валли», понимаете, о чем я говорю, да? Так вот, права человека писались как гимн эпохи просвещения, которая оперирует к такому рациональному индивидуализму. Оно опирается на утилитаризм. Человек ищет удовольствие, избегает боли. Оно опирается на базовую идею, что человек всегда сам знает, что лучше для себя. Что важно просто не вмешиваться в этот выбор. И третья идеологема – это то, что общество атомарное состоит из индивидов. Что любой коллективный субъект – это лишь группа индивидуальности. Это такие идеи, которые стали догмой в политической науке. Они там выражены… Но я не буду сейчас перечислять философов. Мы не будем сейчас во все это уходить. Но это вот те тезисы, на которых многое опиралось. И это механистическое представление об обществе, которое доминировало в конце 20 века. Из него исходит много наук социальных, с которыми мы с вами работаем. И они звучат достаточно очевидно. Хотя, когда я учился на экономическом факультете, вот эти все догмы, из них строится наука экономика. Мы суммируем полезности отдельных индивидов. Индивид знает, что для него полезнее. И так далее и тому подобное. С утилитаризмом, ну и что все это дальше ведет к идее объективной морали. Мораль измерима и рационально познаваема. И надо настроить приборы изменения и прийти к рациональному консенсусу. Это некоторое продолжение нашего в целом научного рационального подхода к познанию мира. Мы можем настроить приборы, все измерить и все понять. Приборами в нашем случае выборы, референдумы, социальные опросы. Если мы нормально настроим выборы, референдумы, они смогут нам позволить договориться о морали. Каждый индивид выразит то, что для него значимо. Мораль, выраженная в правах человека, ограничивает лишь государство. Человек ограничивает закон. Мы все помним, ну не знаю, все ли согласны, все ли помнят, но есть базовая идея про вертикальность, горизонтальность прав. Права человека это про вертикальные взаимоотношения. Разрешено все, что не запрещено. Но свобода самовыражения каждого ограничится лишь непричинением вреда другому. А что такое вред? Сейчас эти вопросы становятся все более сложными, потому что, например, убийство это вред. Эвтаназия. Ну, эвтаназия это уже не вред, потому что мы делаем это во благо. Окей. Мы с вами договорились, по большому счету сейчас, что два взрослых человека могут договориться друг с другом, и мы не вправе вмешиваться. Как они строят свою жизнь. Будь то, как они строят свою сексуальную жизнь, будь то, как они строят. Если там нету насилия, что один из них не согласен с чем-то, то это их дело, с чем они друг с другом занимаются. Но если здесь граница. Германия, 2001 год. Объявление в интернете. Ищу человека, который согласится быть съеденным. Ну, в законе это... В смысле, здесь не про рабство, здесь про быть съеденным. Имеет ли человек право быть убитым и съеденным? Почему? Эвтаназия дает мне право быть убитым, когда я прошу. Спасибо. У меня возник вопрос. Не знаю, он, наверное, не совсем в тему, но зачем? Вот ты спрашиваешь, при наличии целеполагания. То есть мы создаем комиссию, которая решает, вот это вот зачем. В этом случае мы ему даем право, а в этом случае не даем право. Нет, 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 я поэтому и сказала, что не в тему, потому что... А зачем они хотят друг другу спать эти два мужика? Зачем? Нет, я не говорю... Зачем хотят два мужика спать друг с другом? Зачем? Я не говорю, что при наличии целеполагания это становится там более или менее... Мы говорим про права. Мы говорим, когда два мужчины, два взрослых человека договариваются, мы их не спрашиваем зачем. Это их право. Окей, видимо, свидание потеряло смысл. Имеет ли человек право быть убитым и съеденным? Правозащитники, как вы считаете? Кто считает, что... Ну или кто хочет как-то прокомментировать? Можно микрофон только туда? Для меня это безумие. А если для меня к гомосексуальные отношения это безумие? У меня сразу просто появляется аллюзия на проституцию и на рабство. То есть все-таки... Проституция легализована? Это отдельный сложный вопрос. Давай не будем ставить ногу в это зыбкое болото. Просто если это такой элемент, когда человек поставлен в безвыходное положение... Нет, нет, там нет безвыходного положения. Окей, все, тогда мы вопрос снова. Никакого безвыходного положения. Все вообще это делают. Это записано на видео, все довольны, все хорошо. В этом есть, кстати, очень много сексуального подтекста в том, что между ними происходило, этими двумя людьми. Тут сложный вопрос. Возникает вопрос о том, насколько человек психически здоров. То есть, возможно, это... Думасексуализм – психическая болезнь на протяжении большей части нашей истории. Да, то есть... Ну, возникает вопрос, это они психически здоровы, и эти люди психически здоровы. Согласна, но... Тем не менее, ну, как бы, есть воняние дискуссобности, да. Да, легко определить это через психическое заболевание. Мы с вами договариваемся, что такое психическое заболевание. И говорим, что все, кто нездоровы, мы их отправляем. Ну, вот, долгое время гомосексуалисты были ими. Мне кажется, что это такой вопрос, который должен быть индивидуальным в случае каждой из стран. То есть, пусть каждая страна отдельно разбирается, имеет ли право человек быть убитым и съеденным. Но миру об этом договариваться, на мой взгляд, не обязательно. Да, примерно так же говорят многие страны по поводу других прав. Какие вообще права фундаментальны? Это право на жизнь. Мы говорим, что оно фундаментально. Ну, послушайте, здесь очень просто. Здесь такая же аналогия, как с эвтаназией. Если человек имеет право на жизнь, он имеет право на смерть. Потому что, если мы говорим о том, что человек сам распоряжается своей жизнью, значит, он сам может решить, как эту жизнь ему прекратить. Супер. Для кого-то это просто. И там кто-то еще хотел? Рома хотел. Рома. И давайте последние пару реплик. Пойдем дальше. Сколько у нас сейчас еще времени? Супер. Для меня здесь большая проблема как раз про съеден. Для меня это дегуманизация. Это как отношение к какой-то пище. Но вот это для меня ужасно. Спасибо. Давайте, Дим, ты много говорил, поэтому вот я Роме передам слово и сюда. Мне кажется, что вот быть убитым и съеденным он имеет право. Но как он найдет человека, который имеет право его убить и съесть? Вот в этом проблема. Так, последний. Кто-то хочет добавить? Это интересный разговор, который... Ну, я не знаю, попросить вас поднять руки, кто считает. Готовы признаться друг другу? Кто считает, что человек имеет право быть убитым? Ну, просто это как бы моральное осуждение наше отдельное. А что такое права человека, если не моральное осуждение группы людей? Нет, права человека – это общая договоренность. То есть, если в результате договоренностей, в том числе, право на жизнь не будет включать в себя право быть убитым, это нормально. Кто договоренность это делает, если нет и не осуждения тех людей, которые писали конвенцию? Это осуждение тех людей, которые писали конвенцию, которая потом стала нормой. Конечно, так это закрепленная в праве договоренность. Вы здесь те люди, которые работают в этом поле. Вы те люди, которые несут ценности в обществе. Мы с вами пытаемся повлиять. Может быть, не настолько, как мы это делали вчера в игре прямым образом, но правда пытаемся повлиять. И мне вот, я смогу друг другу просто на этот вопрос ответить, достаточно важный вопрос. Можем пойти дальше? У меня, на самом деле, есть несколько тезисов, которые пойдут. Нет, на самом деле, давайте мы про это с вами, если мы хотим, отдельно поговорим. Просто мне кажется, что неверно спрашивать мнение каждого отдельного человека, потому что согласие по этому поводу – это групповой процесс. Если мы запускаем групповой процесс, тогда мы можем достигнуть договоренности. Я сейчас спросил, готовы ли вы здесь друг другу признаться, кто как считает. И это такой некоторый запуск этого разговора. Но я считаю, что мы можем этого не делать и пойти дальше. Это отдельная вещь, и мы сейчас не будем заниматься тем, чтобы договориться про это. Я просто показал вам вот это поле. Мне уже достаточно. Было не проголосовать, а рассказать друг другу, кто как считает. Давайте мы… Ну, вы меня можете про это? Я предлагаю не пришить сейчас, имеет человек или нет, а предложил признаться друг другу. Мы это уже сделали, те, кто хотел высказаться, высказались. Кто-то считает, что все просто, и он имеет. Кто-то считает, что все сложно, и здесь вообще ничего сказать нельзя. Кто-то считает, что не имеет. Это дегуманизация. Это, в принципе, очерчивает спектр мнений по этому вопросу, с которым на самом деле Дима прав. Надо очень непонятно каким образом долго говорить. И теперь переходим к финальной части нашего Морлезонского балета. Я считаю, что в этой всей логике есть несколько изъянов. Изъян первый. Проблема утилитаризма, которая перекочевала в права человека. Как говорил один из создателей концепции утилитаризма, Джереми Бетхим, Игра в дурака приносит такое же количество удовольствия, как поэзия. Если она приносит такое же количество удовольствия, то она ничем не хуже. Нет никакого качественного развлечения в удовольствиях. Есть просто удовольствие, есть просто боль. Мы суммируем удовольствие, вычитаем боль, и это хорошо. Нет никакой разницы между тем, какое это удовольствие. Его ученик Джон Стюарт Милл пытался этому возразить, после того, как он вышел, он был его учеником, впал в депрессию, женился и через какое-то время написал несколько своих трактатов, которые предложили разделить удовольствие на высшие и низшие. «Высшие удовольствия испытывают только люди», — говорил он. «И лучше быть несчастным человеком, чем счастливой свиньей». А проблема в том, что люди выбирают низшие удовольствия, лишь в том, что у них не было опыта высших. Это был тот период, когда еще можно было сказать, ну вот крестьяне, мы сейчас покажем им хоть раз театр, и они всегда будут ходить в театр. Вот эта важная концепция про высшие и низшие удовольствия не получила популярности. Мы не решаемся делить удовольствие на высшие и низшие. Этика рационального индивидуализма не делает различия между этими удовольствиями, и права человека одинаковым образом защищают мои высшие и низшие удовольствия. Мы можем их по-разному называть. Мы можем по-разному называть эти стремления. Можно их называть разными психологическими терминами, и они есть в разных школах психологии. Можем называть их разными духовными терминами. Патриарх Кирилл в своей критике, если бы реально почитать ее и попытаться разглядеть между строк, которые нас пугают, про церковь, про какие-то вещи, которые нам сложно просто читать, про что там говорится, там говорится во многом именно про это. Про то, что проблема прав человека, что одинаково защищается право материального потребления и нематериального потребления. И если вспомнить про то, с чего начинались права человека, то там было что-то такое в человеке, что хотелось защитить. И вот я смею утверждать, что права человека не защищают это человечное в человеке. Они одинаково защищают и животное, тем самым позволяя животному победить. Потому что если мы не защищаем человечное в человеке, оно требует защиты. Информационный шум. Одно из этих примеров. Еще много. Страх. Кто в секущем мире говорит про высшие ценности? Про высшие ценности говорит, ну кто? ИГИЛ, например. Патриарх Кирилл. Фундаменталисты. Далалалам один из немногих, кто будет альтернативным примером. Я смею утверждать, что нам сейчас требуется гуманистическое осмысление высших ценностей. Быть готовыми про них говорить, быть готовыми их декларировать, быть готовыми про них понимать, как с ними общаться. Как про них говорить, потому что иначе мы проигрываем этот диалог. Мы не решаемся, мы говорим, но они же у каждого свои. Мы же не имеем права вообще про них говорить. Я не говорю, что мы должны сказать, что вот это вот высший для всех. Но начать какой-то диалог про это необходимо, потому что иначе, ну, Далай-Лама один не справится. И, как говорил Мираб Мердашвили, человек – это усилие быть человеком. Вот как нам сформировать те идеи, нормы, которые могли бы этому помочь. У меня сейчас не очень много времени осталось. Леня, ты хотел что-то спросить? Тогда я сейчас перейду к тому, что уже не в лекционном формате, а поделюсь с вами несколькими размышлениями, которые выходят за эти рамки. Ну, во-первых, вот про это надо серьезно подумать. Какие, вот знаете, реально, как вот на этой игре, какие бы ценности позволили нам пройти вот эти вот развилки цивилизации. Вот это было бы интересным и важным обсуждением, которого мне очень не хватает на… Ну, просто очень не хватает. Я бы с радостью поучаствовал с вот этими людьми. То есть они… Эти обсуждения, ряд этих вызовов ведется в других кругах, но вот в правозащитных мне не хватает. Но есть еще ряд тезисов, которые мне хочется поделиться, попробовать. Как мы все… Не знаю, насколько вы видели эту картинку, человек. Там здесь у нас большинство. Права человека, щит отдельного человека от большинства. Кому… Кто понимает, о чем я говорю? Ну, остальные, то, что называется, держитесь… Я хочу… Я предполагаю, что права человека… Ну, не то, что предполагаю. Когда права человека писались, психология еще не существовала. Психология. Зигмунд Фрейд, знаете такого? Он как раз только писал там свои книжки. А уж там всякие гештальтерапевты. Ну, это сейчас нам многие вещи понятны. И, например, я бы предложил подумать о следующем шаге. Это первый тезис по поводу того, что могло бы быть по поводу прав человека. Вот мы сейчас защищаем одного человека от большинства. А это делает права человека одним из носителей страшного вируса психологического. Я переношу проблемы вовне. Я говорю, что они виноваты в моих проблемах. Есть некоторые нарушители прав человека, против которых я действую. И они находятся вне меня. Я считаю, что это один из нескольких вирусов психологических современного общества, которые гуманистически настроенным людям надо изживать разными способами и объединиться в своем усилии, которое должно быть направлено на то, чтобы с этими психологическими вирусами бороться. И если просто продолжить логическую концепцию прав человека, то можно представить себе, что внутри меня тоже есть меньшинство и большинство. В обсуждениях с Андреем Юровым мы это назвали права драконов. Предзнаете, что во мне есть разные драконы. И возможно, у них тоже есть какие-то свои права. Потому что, возможно, есть дракон, которого я не признаю внутри себя. И как было написано в Конвенции прав человека, в Декларации прав человека всеобщей, что непризнание прав человека привело к войнам, насилию и событиям, оскорбляющим совесть человечества. Вот я считаю, что непризнание прав этих драконов в каждом из нас это часть того, что приводит к этим войнам, насилию. Потому что они непризнанные рано или поздно прорываются. Или те, кто их ущемляет, вот это ущемление переносит на остальных. Как эта концепция выглядит, как это нам переносить, это отдельные разговоры, про которые можно поговорить. Я думаю, что на этом я сейчас свою часть закончу. У нас есть еще сколько-то минут на комментарии. Спасибо за ваше внимание. Мне стало интересно, как вы думаете, имеет ли человек право быть съеденным, или как это говорится. Просто если вы хотите сказать сами. Мне было бы интересно. Вот в данный момент времени я считаю, что... Нет, не имеет. Более того, я считаю, что наша деятельность, как гуманистов, должна быть направлена на то, чтобы такому человеку помочь. Услышать его и помочь. Какое отношение нравственное суждение имеет к правам человека? Я осмелюсь заявить, что права человека – это нравственное суждение тех людей, которые их писали. И что иначе бы их не появилось. И вот, учитывая, что сейчас нам нужны новые договоренности, нам надо быть готовыми сделать свои нравственные суждения, потому что иначе мы апеллируем к нравственным суждениям полувековой давности, которые уже многое из того, что происходит сейчас, не учитывают. Я просто выскажу мнение, что в тот момент, когда они складывались, они не учитывали кучу других вещей тоже. То есть есть результат договоренностей, есть групповой процесс некий, который идет. В этом процессе часть голосов услышаны, часть голосов не услышаны. Но это как бы та договоренность, которая на тот момент могла сложиться в мире. Она существует. Это не сакральная договоренность. Это договоренность. Это договоренный концепт. Это сакральная вещь. И вот вся та критика прав человека или дополнение прав человека, которые идут, это тоже процесс формирования этих договоренностей. Вот и все. Поэтому как бы здесь единичное суждение каждого, конечно же, имеет значение. Но оно не является определяющим формирование общих договоренностей. Мы как человечество, как субъект договариваемся о том, что есть пределы человечности, что есть пределы человека и так далее. То есть мнение каждого... Я считаю, что каждый в первую очередь сам для себя должен это задумываться, определять. И наша деятельность сейчас в современном обществе, которая сетевое, где государство теряет свою роль, должна быть не на то, как я трачу все свое время на то, чтобы придумать новые ограничения для этого государства, а на то, как я лучше понимаю про себя и помогаю людям вокруг сформировать эти договоренности. А чем одно другое противоречит? Тем, что сейчас права... Тем, что права человека – это горизонтальная, это вертикальная концепция. Вертикальная, она про государство, так? Это не мешает нам договариваться о других вещах. Я не вижу, как в разговоре про права человека я буду договариваться про горизонтальные вещи. В любом разговоре мы будем договариваться, в том числе о наших с тобой конкретных отношениях или о наших отношениях с любым другим человеком. Наверное. Мы можем с тобой разговаривать про, я не знаю, про цвет штор и в этом тоже договариваться, но есть какие-то более прямые вопросы, есть какие-то мешающие. Мне кажется, что... Очень понятно, каким образом мы договариваемся с государством, мы договариваемся с конкретными людьми тоже. То есть в этом смысле это, конечно же, все про горизонтальный процесс. Мы разговариваем с патриархом Кириллом и как с человеком, и как с обладателем власти. Поэтому там должно стоять не только большинство, там должна стоять власть. И это про разные вещи. Смотри, Дим, но все равно она там. Вот в этом ключевое. Ты меня слышишь? Вот в этом ключевое. Они все там. Они все не здесь, они все там. Вот это вот тот диалог, который мне неинтересно вести. Мне неинтересно вести про диалог про каких-то там, вот которые не здесь и сейчас в этой комнате, а которые вот там, которые не я. Вот такое ощущение, что ты критикуешь тех, кто там, а не тех, кто здесь есть сейчас. Потому что те, кто здесь есть сейчас, каждодневно рефлексируют о том, где они и где их ответственность в этом мире. Они это делают. Поэтому это не разговор про тех, кто там. Это разговор про то, как мы здесь сидящие несем те ценности, которые в нас нужны. Право человека один из возможных поводов для разговора об этих вещах. Но лишь один из. Поэтому как бы, ну, можно с этой точки зрения критиковать это, да? Но просто других договоренностей, которые претендуют на универсальность, вне религиозного контекста, пока не создано. Может быть, они должны быть созданы. А может быть, нужно, исходя из этих договоренностей, которые есть, ну, как бы вот дальше продолжать внутреннюю рефлексию, внутреннюю работу и внешнюю работу тоже. Может быть, но я тебе хочу сказать, что вот мне пугает права человека вот этот вот вирус. Это один из нескольких вирусов, которые я считаю сейчас наиболее опасны. Он как раз связан с вот этой идеей про других, когда мы говорим, что вот мы здесь, а это другие. Вот эти вот все баблы, которые образуются в Израиле, в Америке, в России. Вот эта вот концепция, которая включает в себя концепцию толерантности. Я готов их терпеть, но они настолько другие. Их нету внутри меня. И я знаю, что внутренний фашист – это как раз вот про преодоление вот этого. Можешь пояснить, каким ты видишь диалог о гуманистическом усмыслении? На каком уровне он должен происходить? Между кем? Что ты имеешь в виду? Одна из идей, которую мы обсуждали с Андреем Юровым, когда мы говорили, когда родилась у нас в диалоге эта идея про права драконов, когда я о него спрашивал, делился с ними этими размышлениями. Мы дальше проводили метафору и аналогию прав человека и прав драконов, просто играя с ней серьезно. Ну, игра для меня – это, как вы могли, может быть, догадались, очень серьезный процесс. Так вот, если, то один из вариантов, когда собираются люди, признающие своих драконов, обсуждающие их права, и они вместе, на свою группу людей, пишут декларацию прав драконов, что мы, здесь собравшиеся, признаем за каждым из своих драконов какие-то права и обязуемся помогать друг другу и драконам внутри нас, обязуемся помогать друг другу соблюдать права драконов внутри нас. Так же, как страны договорились соблюдать права человека и помогать друг другу соблюдать права человека на территории своей страны. Так? Логика. Понятно? Мы создаем такую группу людей, которая на себя договорилась, что такое права драконов. Вот когда Дима говорит, что там есть договоренность, дело в том, что вот те люди, которые достигли договоренности, они понимали, о чем они говорят. Насколько мы просто можем взять эту договоренность и понять, о чем они говорили, это очень сложно. А вот если мы с вами договоримся, вот реально договоримся, то мы сможем к этому апеллировать. Что бы там ни было написано, например, каждый дракон имеет право на жизнь. Вот если мы с вами пройдем процесс, в котором мы правда договоримся, что это значит, я могу к этому апеллировать. Но никто другой не сможет. Таким образом мы создаем такие круги. Вот есть эта группа людей, которая договорилась о своих правах драконов. Вот есть конвенция прав драконов внутри нас. Мы друг другу обещаем помогать их соблюдать. Я подхожу, тебе говорю, знаешь, по-моему, ты сейчас нарушаешь третий пункт декларации о правах драконов, которую мы с тобой подписали. Вот ты меня просил, и я тебе сейчас это возвращаю. Собирается другая группа людей, которая может частично пересекаться, может нет. И она тоже подписывает свою конвенцию о правах драконов. Эти конвенции добавляются в общее поле, и их могут смотреть те, кто подписал хотя бы одну конвенцию. Я не могу апеллировать, если я не нахожусь в этой конвенции, я не могу к тебе апеллировать. Потому что я не знаю, что такое для вас право на жизнь дракона. Я не участвовал в этом обсуждении. И это иллюзия, что я могу взять какой-то текст, написанный буквами, и понять, что вы говорили. Буквы передают 30% от силы того, что вы обсуждали. Окей, если там будут еще музыка, видео, рисунки, передастся 60, 70, 100% я не передам. Вот те люди, кто участвовали в этом обсуждении, они могут к нему вернуться и могут к нему апеллировать. В итоге, в каком-то будущем у нас формируется бесконечность таких кругов. И я могу в том числе через 6 рукопожатий дойти до любого человека и сказать, окей, вот мне кажется, что этот человек сейчас у себя нарушает. Вот это в нашем общении, мне тяжело с ним, он нарушает вот это вот. Я тебя прошу с ним поговорить. У вас с ним есть договоренность. Мы с тобой понимаем, что это. Он нарушает вот эту нашу договоренность. И ты, исходя из вашей договоренности, апеллируешь к его внутренним процессам. Вот, например, один из образов, который у нас... Самый сильный образ, который у нас с Андреем Юровым родился. С большим удовольствием бы провел такое с вами обсуждение и подписал с кем-то из вас такую хартию о правах драконов. Можно теперь, да? Да, это все проект, если вы... А у нас сколько времени осталось? Десять минут. Десять минут. Вот знайте, что у нас осталось пять минут просто как бы те, кто... Хорошо. У меня два тезиса. Первый к спору Ивана и Дмитрия, потому что я считаю, что права человека – это и горизонтальная, и вертикальная система отношений. Вертикальная система отношений – это если мы говорим о индивидии и государстве. Горизонтальная структура – это когда у нас ведутся отношения между индивидами. То есть условно говоря, если мы друг друга начнем калечить, то тут вступает именно горизонтальная структура, то есть тут отношения между индивидами. И тут государство, улица, института, полиция и суда будут выступать исключительно арбитром. Понятное дело, что... Ну давайте быть честными, на сегодняшний момент основным нормативно правым актом по правам человека скоро будет по 70 лет. И понятное дело, что они писались в условиях послевоенного мира, когда не подразумевалось каких-то либо там суперсверхтехнологий, турбовека и всего остального. То есть понятное дело, что некоторые акты уже нуждаются хотя бы в обновлении, но тут нужно понимать, что это не панацея, потому что любой акт требует в себе институциональную поддержку. Без поддержки каких-либо институтов это работать не будет. Сегодняшняя проблема с правами человека – это слабость института ООН в первую очередь. Это дело не в законах, друг мой, не в законах дело. Закон – это тоже часть того мира, который устарел. Нам надо с тобой напрямую договориться, вот мне с тобой. Без законов, вот мне с тобой здесь и сейчас. Перестань говорить об этих вот штуках, которые вне нашего с тобой мира. Ну мы в любом случае должны это потом выносить на общее обсуждение, и все равно должен быть какой-то арбитр между нами. Почему я не могу с тобой напрямую договориться? Я человек, ты человек. Хорошо, ты его съел. Я его не съел. Вот о чем вы говорите? Вот вы меня съели? Ну давай, захоти. Вот захоти меня съесть, давай начнем. Да не вот этого бы. Вот сейчас ты о чем говоришь? Ты сейчас хочешь меня съесть? А зачем мне вот это вот бы? Я с тобой пытаюсь договориться. Ты меня хочешь съесть? О чем нам с тобой надо договориться? Где террорист? Вот где здесь террорист? Ну а зачем мы говорим сейчас о каком-то другом? Вот мы с тобой можем договориться? Ну я не думаю. Ты не думаешь, что мы с тобой можем договориться. А в чем ты сомневаешься, что мы с тобой не сможем договориться? Про хартию. Хартия – это то, что добровольное. То есть я могу применять, а не применять. Это не декларация. Спасибо. При хартии я могу ее соблюдать, но могу через день передумать и перестать ее соблюдать. Понимаешь? И где будут тогда те отношения, которые мы с тобой построили? Они исчезнут, конечно. Они исчезнут. Ну а зачем тебе это? Я тебя съем, например, сзади подозву и тебя съем. Ты не будешь ожидать, что… Потому что у нас с тобой хартия была, да? Слушай, да если… Ну что бы мешает, например, мне над кем-то доминировать, властвовать? Я не знаю, расскажи. Ну вот. Ну что тебе мешает? Нет, так будут же… А что тебе сейчас мешает над кем-то доминировать и властвовать? Как тебя зовут? Александр. Александр, а что мешает? Ну есть, например, уголовный кодекс, который мне этого не позволит сделать. Тебе мешает уголовный кодекс? Да. А если бы уголовного кодекса не было, ты бы доминировал и властвовал? Ну, я бы лично нет, но я знаю людей, которые бы это сделали. Подожди, я про тебя спрашиваю, я про тебя с тобой разговариваю. Ну, я правозащитник, я такой же, как ты, который в этом зале один из немногих приехал. Что тебе мешает доминировать и властвовать? А? Что тебе мешает доминировать и властвовать? Ты говоришь, что уголовный кодекс? Вот тебе правда мешает уголовный кодекс? Нет. Да плевать, я плевать хотел на уголовный кодекс. Ну, посадят меня, я, например, могу оказаться в любой момент, любой из нас может оказаться в любой момент по уголовному кодексу, как изменник Родины. Что мы про уголовный кодекс с тобой говорим? Ты показывал вызовы 20 века, да, диктатура была вызовом 20 века? Она сейчас осталась? Наверное. А почему диктаторы появляются? Наверное, потому что не работают институты в их странах? Нет, потому что мы каждый внутри себя не умеем контролировать и требуем внутри себя того, кто будет диктовать. Потому что мы надеемся, что будет какой-то уголовный кодекс, который это решит. Ну вот, например, я из Украины, да? Вот у нас нет институтов, которые бы не позволяли людям быть олигархами. То есть те, кто могут достичь этого уровня, они могут на нем оставаться вечно. И где будут твои горизонтальные связи? То есть я могу общаться с олигархом типа на равных, но это будет общение в одни ворота, понимаешь? Не знаю, как ты с ним договоришься. Я сейчас с тобой разговариваю, а не с олигархом. Ну и что это изменит в модели бедные-беднеют, богатые-богатеют? Объясни мне. Ну, я уверен, что если будет человек, кто с ним договорился, но... Ну вот я говорю, например, ты сидишь в Коломойске, да, я сижу там, слесарь Петров, да? Мы с тобой договариваемся, да? Я, кстати, думаю, что они могут договориться. Я правда думаю, что два человека оказавшись... То есть если Петров будет получать еще меньше зарплату на его заводе, об этом они могут договориться? Да нет, я думаю, что... У нас совсем мало времени, и нам надо решить, как нам завершать. Есть несколько рук, раз, два, и вот я сейчас видела три. Как мы с этим... Я сейчас еще один... Вот Уголовный кодекс мне напомнил одну вещь. Есть такая в психологии понятие внутренняя и внешняя мотивация. Так вот, Уголовный кодекс – это внешняя мотивация. Вот это не было понятно. Тогда сейчас нам понятно, ну в смысле в психологии сейчас довольно очевидно, что внешняя мотивация работает ограниченно, внутренняя мотивация лучше, важнее, и она долгосрочнее. Вот ты не съешь меня, только когда ты не хочешь меня съесть, а не потому что Уголовный кодекс. Если мы будем только на Уголовный кодекс оперировать, то ты меня рано или поздно съешь. Это внутренняя вещь, почему ты меня не съешь. Внутренняя. Вот как бы как нам перенести это с внешнего... Были времена, когда люди договаривались, как ты говоришь, да? То есть эти времена там были пару тысяч лет назад, да? И к чему это привело, то есть сам... Потому что мы с тобой здесь живем. Ну, мы живы, смотри-ка. Что в нас будет глушить, да, тех драконов, которые, например, там... Например... Зависть, зависть, ревность, вот что в нас будет... Я не знаю, как ты это называешь, но, например, совесть, которая есть у большинства людей, согласно нашему опросу. Ну, я сказал, например, нет, потому что совесть, понятие, ну, на мой взгляд, неизмеримое. У тебя ее нет. Может быть, значит, тебе ничего не будет глушить. Мы с тобой можем про это отдельно, там, дальше говорить. То есть ты меня уже сегрегируешь или как обозначаешь? Нет, я как раз хотел бы с тобой вспомнить, я думаю, что у тебя есть что-то. Ты же сказал, что у тебя есть что-то, не уголовный кодекс, что останавливается от того, что ты меня съешь. Нет, нет, понимаешь, что тут идет о уголовном кодексе просто как о механизме защиты, да? То есть есть какие-то механизмы защиты. Для меня это не механизм защиты, для меня это механизм агрессии. Твоих, а movement защиты нет никаких, я так понимаю. Да, это просто наша с тобой договоренность. Ну, давай мы с тобой просто продолжим этот разговор, а сейчас поговорим с остальными. Коротко. Для меня, ну, очень сейчас еще яркое продолжение разговора о «Палочках», да, со вчерашней игры, потому что, да, для кого-то это инструмент агрессии, насилия, для кого-то это инструмент защиты или еще чего-то. И вот тут вступает… Для меня очень соблазнительная мысль о том, что можно договориться с кем угодно, но жизненный опыт, к сожалению, показывает, что нет. Ну, во всяком случае, моего слабого мастерства дипломата часто не хватает, чтобы договориться с хищниками, например, с людьми, которые ведут себя как хищники. И вот тут же опять вопрос уязвимости. То есть, допустим, с тобой я договорилась, с тобой я договорилась, с пятым-десятом договорилась, но остаются люди, с которыми договориться не получается. И что дальше? Они могут представлять огромную опасность для нас, таких замечательных идеалистов, которые между собой договорились, но один агрессор может все это уничтожить. Спасибо. Я не первый раз слышу выступление на эту тему. Я могу сказать, что именно сегодня я для себя открыла ту часть, в которой, возможно, я с тобой встретилась. То, что ты говоришь, я слышу как, да, права человека не являются ответом на все, что существует. Это одна из концепций, важная для меня лично, то, что я поддерживаю, продвигаю. Но нужны и другие концепции, которые будут регулировать, возможно, чуть-чуть те же самые области, возможно, другие, более значимые, менее значимые для себя. Но я считаю, что, да, для меня договоренности в том сообществе, в котором я нахожусь, с кем я постоянно общаюсь или вступаю в коммуникацию, по поводу моей жизни и того, как мы вообще живем вместе, те ценности, которые мы пишем в треугольник, что мы подразумеваем под этими ценностями, не важно, что оно связано с государственными, корпорациями, с чем-то еще. Но вот этот этап договоренности для меня он нужен. Возможно, про драконов с тобой я буду говорить, про, не знаю, ящериц с Димой Макаровым, а с кем-то я буду говорить про права ромашек внутри себя. Но то, что даже сейчас мы боимся начать вести диалог об этом и прикрываемся, как мне кажется, разными отговорками, почему мы не можем здесь и сейчас говорить, для меня это очень интересное наблюдение. Спасибо. Я хочу обратить, призвать вас обращать внимание на тот момент, когда мы говорим о праве человека быть съеденным, мы оставляем за скобками вопрос, насколько человек дееспособен и насколько он здоров. Мне кажется, в этом вопросе мы вторгаемся в медицинскую область, в которой мы, возможно, все здесь некомпетентны. И мы не знаем, насколько желание человека быть съеденным является результатом его морально-этического выбора, либо это результат тяжелого психического заболевания. Это первое. И второе относится к примеру с гомосексуальностью. Не гомосексуализм, а все-таки гомосексуальностью. Вот как раз к этому я и хочу сказать. Опять же, гомосексуальность – это… Но на данный момент люди решили, что это все-таки свойство личности, один из вариантов. Опять же, это не результат морально-этического выбора человека, поэтому говорить об этом в контексте прав человека, мне тоже кажется, немножко неправильно. Сейчас уже время закончилось, но я предлагаю дать две последние реплики и завершить. Это нормально? Давай, не нужно? Да? Последний тогда. У меня вот такой вопрос к тебе. В общем, я услышал от тебя, что сегодня очень важно договориться друг с другом. Но в жизни, грубо говоря, ты мой родитель, или ты мой начальник, или же ты мой лучший друг, или что-то в этом роде. И в нашей договоренности я буду идти на некие уступки. То есть я буду ограничивать себя. И наша договоренность в какой-то мере, в каком-то веке скажет мне, больше я не хочу так. Именно потому что я для себя сделал ограничение, потому что ты мне был там братом, другом, родителем, начальником и тому подобное. Я не знаю, либо это перенести в кулуар, либо мы решаем, что ты кратко отвечаешь. Я не думаю, что здесь имеет смысл как-то отвечать. Спасибо вам большое за ваши реплики. Я рад, что у меня была возможность поделиться это именно с вами. И это такой диалог, который я веду, вернулся год назад и продолжаю этим делиться. На самом деле есть еще чем. Это вот как Лада сказал, что не первый раз слышит, и сегодня там что-то срезонировало. Мы можем идти дальше в этом диалоге. Я предлагаю его продолжать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.